приехал ко мне вот такое вот небольшое чудо китайской техники она помещается в ладошку 90 миллиметров высота ширина по моему около там 53 миллиметров диаметр это trv либо же как у нас называется термоголовка с помощью такого устройства можно удаленно управлять механическим термостатическим клапаном менять температуру сдавать какие-то режимы работы и все это работает через интернет что очень 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 замечательно клапан у вас уже либо стоит если вы живете в новострое либо вы поставите когда будете делать ремонт это типичный киевский новострой и здесь установлен регулятор ручной вот такая вот ручка которого вручную вы приходите и крутите больше меньше и вот актуатор вот на этот актуатор и ставится трвишки термоголовки в таком состоянии больше всего что вы вам вы получите квартиры от ваших застройщиков так это механический терморегулятор он основан на принципе расширения газа жидкости или металла диаметр если не ошибаюсь что это у нас это у нас trv гаусс трви термостатичная головка так термостатическая головка жидкостным сенсором и собственно м30 на полтора это тип клипсы размер и тип клипсы 30 на полтора это механическая управлять удаленно вы этой штукой не сможете вставьте электронную это trv производства моэс китайская тервишка стоит она довольно недорого порядка 25 30 баксов управляется с помощью zigbee протокола но и для работы с ней вам понадобится либо шлюз туя zigbee вайфа или zigbee ethernet либо же что-нибудь из открытых проекты типа zigbee 2 mqtt или же sls и в sls и в zigbee mq2 mqtt именно вот эта версия поддерживается это hy 368 точно также поддерживается еще и 369 на момент когда вы будете смотреть это видео может быть еще что-то будет поддерживаться но например 366 или 367 головок подобных я в списках еще не видел это устройство пригодится тому у кого есть счетчики на отопление и кто платит за гигакалории потому что она позволяет экономить где-то от 15 до 20 процентов затрат на отопление собственно счета будут приходить меньше также будет полезно для тех кто любит комфорт и не любит бегать например по всем помещениям и подкручивать руками механические термоголовки от застройщика больше всего что вам достанется ручное управление термоклапаном если у вас будет стоять термоклапан также пригодится тем у кого например есть какие-то гостиничные комплексы постоялец живет в гостинице термоголовка включена на какие-то там 22 23 градусов и тепло подается батарею уехали постояльцы с гостиницы выключили термоголовку или включили на 15 градусов и она поддерживает температуру в помещении 15 градусов использовать ее в частном доме но опять же не известно если смысл потому что в частном доме все-таки есть бойлер который отапливает помещение и с помощью бойлера можно регулировать подачу теплоносителя но например есть комнаты которые вы не используете поставили термоголовку удаленно ею регулируете само крепление на этом устройстве м30 на полтора это довольно распространенный тип крепления на таких термоголовках если м30 на полтора будет недостаточно для крепления на ваш термостатический клапан то есть переходнички на ра тип на равл и по моему на ра это адаптер их по идее можно даже найти от других производителей тот же самый нет атма поставляют кучу от термоадаптеров но опять же не известно как обстоят дела в вашей стране с этими термоадаптерами это втулочка она тоже довольно важная не выбрасывайте больше всего что это на ра переходники а это удлинитель для штока ход штока с помощью которого открывается закрывается клапан довольно небольшой 2-3 миллиметра на упаковке написано четыре с половиной может конечно выезжать он на четыре с половиной но если его не хватит то всегда можно воспользоваться вот таким вот переходничком который есть комплект одевается он не на трвшку одевается он на термо статический клапан в инструкции вы найдете как подключать это устройство к зиби шлюзу и точно также в инструкции вы найдете как вручную выставить все это дело и запустить его выработать вручную мы не будем работать с ним вручную у нас есть зигби шлюз будем пользоваться зигби шлюзом ну что ж открываем это термоэлемент который меряет температура питается эта штука исключительно от батареек а а никакие аккумуляторы сюда не подойдут она просто не будет работать все загорелись кнопки после включения она будет требовать установку времени и проведет авто диагностику здесь вот сейчас если присмотреться здесь шток выезжает я не знаю слышно или нет но она издает небольшой шум когда работает моторчик и редуктор неизвестно будет ли он вас тревожит ночью или не будет это уже процессе эксплуатации только выяснится шум незначительный ухом я его слышу а вот микрофон мобильного телефона его можно и не услышать для подключения любого зигби устройства из сообщества туя нам понадобится шлюз которая работает с этими устройствами например вот этого туя зигби 3.0 вайфайный шлюз либо же какой-нибудь универсальное устройство типа zigbee mqtt stick плюс программа плюс home assistant если у вас есть туевский шлюз вам понадобится еще приложение с помощью которого вы будете работать с этой термоголовкой приложение smart life application к сожалению нормально с этими головками не хочет работать я его удалил поставил туя application она прекрасно работает прекрасно видит но что же добавить саб девайс на термоголовки нажимаем на домик удерживаем несколько секунд секунд 5 может быть 6 и переходим вот такой вот режим это режим настроек сейчас включен режим настроек по дням он не нужен нам переключаемся время отпуск установки и вы видите что мигает значочек сети выбираем зажимаем все режим сопряжения запущен через несколько секунд телефона видит это устройство и добавит это устройство в приложение туя ура я успел добавить и вторую термоголовку и они определились по-разному одной настройки на русском языке в другой на английском языке и для тех у кого на русском есть маленький подводный камень сейчас расскажу можно устанавливать защиту кейлок от детей можно выбирать установки клапана форсированное открытие форсированное закрытие а есть еще секция калибровки температуры и секция настроек более тонких которая требует пароля при вводе каждой настройки и это безумно бесит потому что куда вы не зайдете вам нужно вести 123456 и вот в русском языке этого пароля не видно я первое время очень долго искал его в инструкции и никак не мог найти а его нет инструкции есть интересная вещь называется реакция на открытое окно при открытии окна термоголовка выключает клапан на какое-то время также есть несколько режимов которые устанавливают режим работы в течение недели например 5 рабочих 2 выходных 6 рабочий один выходных или семь дней и здесь можно каждый день программировать по-своему вот русская версия в которой не видно какой пароль и это печаль к дальнейшее изучение настроек не является каким-то сложным вы самостоятельно можете взойти поковыряться и в процессе узнать что как куда и зачем фотографии взяты с ресурса одного я ссылку обязательно сброшу на этот проект там народный умелец переделал питание во первых от usb от 5 вольт во вторых сделал термодатчик выносным потому что у него были некоторые проблемы с этим устройством термоголовка изготовлена на процессоре stm 8 l052 c6 t6 это процессор с очень ультра низким потреблением энергии а вот для управления голосом вам понадобится какая-нибудь программа там apple home kit или например google home и google ассистом положил я термоголовки рядом с термометрами сейчас они все синхронизировались показывает 22 градуса и берем один термометр ставим на подоконник и берем одну термоголовку и тоже ставим на подоконник и закрываем шторы слава богу отопление еще включено закрываем во первых балкон и закрываем шторы и через полчаса посмотрим на разницу температуры прошло 25 минут и вы видите что здесь 23 градуса термоголовка тоже показывает 23 градусов раздвигаем шторы 27 и 9 термоголовка показывает 26 и 3 это только потому что из закрытых шторах теплый воздух подымается вверх и греет вот это вот пространство подлокотник но комната не греется поэтому пожалуйста учитывайте тоже такой момент что шторы иногда нужно раздвигать таким образом чтобы у вас тепло распространялось по комнате если вы вдруг будете самостоятельно устанавливать вот эти вот клапана то учитывайте что на китайских сайтах вот такие вот картинки вверх-вниз это неправильно если у вас ручной клапан да по барабану как вы его поставите но если у вас термостатическая головка то ее надо устанавливать параллельно полу и желательно подальше от теплых потоков воздуха которые возникают на батарее но и на трубах которые подводят тепло к батарее для тех кто хочет поставить вертикально вы должны понимать что тепло от батареи будет нагревать трв-шку и рядышком положенная трв-шка показывает 23 с половиной градусов в метре а это показывает 26 с половиной градусов и никакая калибровка не поможет нормально работать этой трв-шке нужно устанавливать только параллельно полу заглянем-ка в самый большой строительный супермаркет украины термоголовки производителей довольно много термоголовка механические стоит где-то от 10 долларов и выше 10 20 долларов жидкостная там 25 долларов электронная просто электронная без удаленного регулирования 25 баксов данфос эко через bluetooth управления 50 долларов салус китайского производства термоголовка электронная беспроводная 90 долларов у французского производителя netatmo можно купить стартовый пакет за 240 долларов две головки плюс шлюз но и также они продают еще дополнительные адаптеры отдельно термоголовка стоит порядка 90 долларов заходим на алиэкспресс набираем черви и видим количество термоголовок просто невероятно вот интересно термоголовка который управляется через 220 вольт 660 стоит довольно маленькая стоимость никакого внешнего управления zigbee вайфай здесь нет нужно подключать еще какое-то устройство вот термоголовка которая стоит 23 доллара на управление только через bluetooth это еще не поддерживается нюансов хватает поэтому я выбрал и дизайн не понравился и собственно цена мне понравилась поэтому я выбрал вот такую вот термоголовку вот она my sunlight store 28 долларов стоит термоголовка с бесплатной доставкой вернее доставка уже включена стоимость вот эти термоголовки я как раз там и покупал но одно я щитырил и купил не за 28 долларов а за 21 как это сделать смотрите видео выше но досмотрите обязательно до конца кэшбэк с алиэкспресс сейчас настолько маленький что о нем рассказывать нет смысла а вот в конце есть один такой способ как это можно немножко провернуть но не рекомендую часто пользоваться таким способом ссылку я на вот эту вот цену сброшу шлюз действует 1866 точно такие же шлюзы можно купить там за 15 за 12 долларов но 12 там продавец так себе ethernet шлюз действует 2332 что довольно приятная цена поэтому может подумайте и возьмите себе ethernet шлюз и волнует меня очень сильно вопрос сколько вот эта вот штука кушать электричество и через какое время она съест батарейки потребление электричества очень очень низкое включили экран 16 15 16 миллиампер перешел в режиме ожидания 0 8 миллиампер ночи ну потребляет она в режиме ожидания очень 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 мало сколько кушает двигатель идет автодиагностика потребляет порядка 40 миллиампер 45 миллиампер включенный экран потребляет 15 миллиампер в режиме ожидания меньше одного миллиампера из-за маленькой скорости зигде устройств обновление прошивки этого устройства проходило 17 минут это всего лишь 229 килобайт имейте терпение если уже обновление запустилось подождите 17 20 минут и по идее все должно быть хорошо все автодиагностика закончилась и сразу потребление стало меньше одного миллиампера прекрасное потребление интегрировать нормально в хоум ассистент у меня не получилось пока еще потому что хоум ассистент у меня работает через докер под windows 10 а вот когда уже как мне доедет raspberry pi вот тогда я сделаю выделенный сервер и уже термоголовки буду запускать через хоум ассистент и через выделенный сервер механические клапана на которых установлены термоголовки их тоже нужно обслуживать их нужно смазывать они могут залипать они могут загрязняться окалины вода в центральном отоплении не очень хорошая грязная все это нужно обслуживать и все это нужно чистить если у вас батарея не греет обратите внимание в первую очередь на механический клапан может он не работает и нужно немножко за ним поухаживать сделать сервис на сегодня все ставьте лайк пока пока